Что это? Подожди, что это в миске лежит? Это рис? Дружище, это твои маленькие мозги! У тебя меньше, чем у курицы! Хе-хе-хе! Эээ, да, до чего доводит телевизор. Берегите маму! Нам сейчас всем тяжело, но слезами ведь ничего не исправишь. Пойдем. А то я съем твои мозги. Стой! У меня есть идеи, как отлечься. Прячься. Акт четвертый. Жизнь и смерть. Хо-хо-хо-хо-хо! Вот это... Колодина! Тринадцать. Сегодня пятница тринадцатая? Почему тринадцать? Вау, труба отработает. Отлично, она мне... О, боже мой, где мой полноги? Какой-то я потрёпанный зомби. Учитывая, что сейчас зима, это означает, что срок моей жизни намного увеличивается. Ведь в мороз мясо зомби портится дольше. О, сородичи, здорово. Чё там такое? Мозги. Мозги хочу, мозги. Братцы, подвиньтесь, я тоже встану. У-у-у. Чуваки, вы так злобно рычите, я так не умею. Хм, как же их достать-то? Словно очередь за айфонами выстроилась. Мне вот очень любопытно, зачем, эээ, скорая помощь, это же скорая помощь вроде, да? Да, вроде, вроде да. Перевозил мозги. Неужели придумали лекарство от тупостей? Пересадка мозгом. Хе-хе, это же круто. Да ладно вам, тупик. Серьёзно. У-у-у. Ты только глянь. Мы на кладбище. Вот это веселуха. Самое мрачное место на планете выбрал мой братец. Кладбище. Вот это игрульки. Чё, пойдём зайдём, посмотрим, что у нас там есть. Красиво тут. Для кладбища-то. У-у-у, здесь ещё и колокол бьёт. Сейчас по классике жанра должен выскочить ван Хельсинг и воткнуть в меня кол. Прикольненький мешочек. Я могу прятаться в мешки от трупаков? Вот это веселуха. Вот только непонятно, зачем на кладбище эти мешки. Свежая могилка. Чувствую свежие мозги. Глянь, как вон та могилка подсвечена. Кажись, меня братец и чуял. И колокол зазвонил. Всё, ван Хельсинг, где ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Где он? Я его не вижу. Чё, такой резкий? Э-э-э-э. Хе-хе-хе. Ты видел это ван Хельсинге с нарисованной бородой маркером? Я просто не могу. Всё, я сейчас лягу. Мне кажется, что сюда зомбари приходят не за мозгами, а тупо поржать над моим братцем. Фу. Братец-чихотник. Заразный, уйди от меня. Не подходи ко мне, боюсь заразиться. В мешке-то точно безопаснее. Сюда зараза не проникнет. Да что ж его, а? Иди чай попей. Быстрее, быстрее, быстрее бежим. Пока братец не понимает, где мы, забежим к нему в квартирку. О, уютненько. На втором этаже у нас... Что у нас здесь, книжечка? Отлично, возьмём. Так. О, 13. И здесь цифра 13. Погоди-ка. Походу... Да что ж тебе? Ну ладно, хотя бы книжечку урвал. Чё с ней делать, правда, непонятно. Ну, хотя есть одна идейка. Потоптаться по ней. Поскольку зомби читать не умеет, всё, что я могу сделать, это просто испортить эту книжечку. Да, скуготища. Специально для телеканала Охотник на вампиров мы выслеживаем новоиспечённого охотника. Ему ещё нет 12 лет, но это не точно. И сейчас мы попробуем к нему подкрасться. Самое главное, это его не спугнуть. Потому что он наверняка наделает штаны. Вот он. Ладно, хорош брат застебать. Чё у него тут в квартирке? Бинокль возьмём. Мало ли, пригодится. На кровати ничего нету. Под кроватью тоже пусто. А, так вот, кто по кладбищу раскидывает мешки для трупов. О, мэдмэд, привет. Гоу на второй этаж. Как меня бесит этот колокол. О, точно, надо вентиль открыть. О, пошла вода горячая. Приведём разведочку из окна. Где у нас что? О, почти не понял, что это у нас там за здание такое. Короче, мне нужно попасть туда. По-любому. Гадкий братюня. Он меня начинает очень сильно бесить. Ну, за подсказочку ему спасибо. В любом случае. Так, надо только найти, где эта подсказочка. О, вон она. А, чёрт. От радости бинокль выкинул. Значит так, мы же там подкрутили 13. 13 трубопровод. Ага, подкрутили. О, пар стал помощнее, чем в прошлый раз. Прям к братцу в гости залетел. О, смотри. Серьёзный парнюк. Мы сейчас направляемся с тобой к одному очень любопытному месту. Не, ну не. А, братец, как ты меня раздражаешь. Чё ты такой назойливый. Вот оно, это место, короче. Подсвеченное. Выкопанная могила. Сумка мамы. Братец, ну ты больной. Нафига ты это сделал? Всё. У братца окончательно поехала крыша. Если он даже в порядках показывает смерть матери, то у него серьёзные психологические проблемы. Я вернулся на эту могилу. Она безымянная. Здесь никто не похоронен. Просто братец решил лишний раз на больной надавить. Нужно будет об этом папе рассказать. Так, ага. Это наша корзиночка. Куда нужно будет собирать? Скорее всего, мозги. Ах, да. Какой странный звук. Здесь же есть ещё замёрзшее озеро. Ну-ка. Ты глянь. На кровати лежит лом. Надо бы его как-то достать. Бесполезно. Под моим весом лёд не сломается. Нужно найти альтернативное решение. Блуждал я по кладбищу и нашёл. Неведомый алтарь. Такой странный. Явно он здесь для чего-то нужен. Неспроста тут он стоит. Есть у меня одна идейка. Например, подкинуть сюда сумку. Типа алтарь шопоголиков. Не, не прокатило, а. А есть и книжку. Да, это точно не алтарь ботанов. Магии не произошло. Нужно искать какой-то другой предмет. Ммм, как же туда попасть? Вон она та, стрелочка мигает. А здесь огроменные ворота, которые мне мешают туда пройти. А значит, нужно туда как-то перелететь. Только как? Что у нас здесь есть? Опа. Тридцать третья труба. Хм. О, ещё одна. Тринадцатое. Моё любимое число. Открываем. И кажется, что на начале сейчас водопровод очень мощный. Ну-ка проверим. Как далеко я полечу? Ух ты ж, ёкарный банан. Где ж мой зонтик? Так и разбиться ненароком можно. А, я ж зомбак, я и так мертва. И куда это нас швырнуло? Что это за место? Блин, что-то мы попали совсем не туда, куда я хотел. Вот только не говорите мне, что здесь ничего интересного нет. И отсюда не выбраться. Это будет просто дно. Самое днище, куда только можно провалиться. И снова эти ворота долбаные. Ничего-ничего, сейчас Ворон прилетит. За косички меня схватит. Благодарю, мистер Ворон. Дубль два. Полёт-недолёт. Сейчас надо вот сюда левее, 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 левее. Давай, давай. Рулись. Ништяк, получилось. Фух. Что это за штука такая? А, погоди, это ТЭС. Это типа местная ТЭС? Я здесь могу регулировать температуру? Сколько здесь труб? Это рубильник температуры. Сделаем погорячее. Труба номер 25. Труба номер 1. Хм. По всей видимости, это здание управляет всеми трубами здесь. Врубим 25-й. Пошла вода горячая. А туда, походу, не пробраться. Понятно. Ладно, пойдём на разведочку. Посмотрим, что здесь и как. Едрён, батон, сколько здесь труб. Щекотите меня семеро. Да и здесь ни один сантехник не разберётся. О, ёкарные. И здесь ещё трубы. О. Магазин мяса. Рештим. Ну-ка пойдём, посмотрим, что там. Меня прям манит туда. Я же мясо люблю. Сколько корзин. Походу, это заброшенный магазин. Бинокль. Чё мне его так упорно подкидывают? Поскольку здесь всё заколочено, мне потребуется лом. А лома у меня пока нет. О. Смотри-ка, вон она, этой стрелочкой. Мы практически дошли до этого места. Ещё одна труба. Номер вон. Угу. Надо где-то её включить. Ладно, хорошие трубы рассматривать. Пойдём посмотрим лучше на дом. Вот, блин. Сластить меня на зиму. Проход завален. Ах, что же делать. Придётся это как-то ломать. Или как-то через верх залезть. По-любому нужен зонтик. А, нет, подожди. Нужно просто включить тот трубопровод, который сзади нас. Только где рубильник от него? Я снова вернулся к магазину местам. Увидел здесь сзади него трубы. И думаю, что по ним можно взобраться. Точно. Я был прав. Смотри, там есть лесенка. Сейчас сберёмся. Что у нас там наверху? Опа. А наверху у нас ещё одна труба. Причём рабочая. И это у нас номер 25. О, так мы же её включили в котельне. Ништяк. Что ж, полетели. Посмотрим, куда улетим. Оу. Оу. Кажется, мы слишком прилетели. Жёванный торт. Кстати. Мне, в принципе, сюда тоже нужно было. Потому что здесь растопился наш бассейн. Точнее, озеро. Сейчас-то мы скупнёмся. Вот прям с бортика прыгну. Пока браться нету. За десантуру! Хе. Ага. Я как знал. Всё-таки не зря здесь батареи стоят. К ним ТЭЦ подключена. Велик мой. А вот и ломик. Ну, здравствуй, мой дорогой. Пойдём в магазин взламывать. Хе-хе-хе. Люблю летать. Оу, какая красивая луна. Я её раньше не замечал. Офигенно. Так, у нас, походу, опять перелёт. Но я теперь знаю, как отсюда выбраться. Просто нужно перелезть вот по этой штуке. Опа. И всё. Вот вся проблема решена. Ну, что ж, приступим. Вскрывать магазин. Вот так вот. Думаю, сверху тоже надо доску убрать. А то же я высокий. Предлагаю досочку одну взять. Мало ли, пригодится. Может, где-нибудь скворечник сколочу. Благо, книжка, как это сделать. У меня... О, мозги. Ты глянь. В морозилке есть мозги. Блин, придётся что-нибудь выкинуть. Доска, извини, пожертвую тобой. Ништяк. Я мозги в руках держу. О, какое ощущение. Вот, правда, скушать я их не хочу. О-о-о. Зомбари, здорово. Чё вы здесь стоите? Хочешь мозги? Вот, на, держи. А то какой-то бекон... Ты чё, с ума сошёл? Свининой питаться. Или говядины. Не знаю, что там. Надо человеческими мозгами питаться, а то помрёшь. Вот-вот, занюхни. Неправильный какой-то зомби. Другой бы на твоём месте уже давно бы съел. Во-во-во, там, смотри, кого-то прессуют в уголке. Мадам, вас прессуют... О, там ещё и бомжар за ней спрятался. А ну, отошли. Мадбазель, извините меня, они не слушаются. Чуваки, может, по мозгам? Ну, в смысле, перекусить не хотите? О, ты посмотри, какой там кассир зачётный. Сударь, извините, а не пробьёте мне по мозгам? Хе-хе. Ой. Ладно, короче, стойте вы своей гнилой очереди. А я пойду, пока магазин вынесу. Хе-хе. Кстати, вот и доска пригодилась. Всё-таки труды и в школе, и зря не прошли. Эй, тухлый, вы там извините, что я вам в прошлый раз наговорил. Посторожите, пожалуйста, мозги, а то у меня мест мало в карманах. Субтитры сделал DimaTorzok Чуваки, спасибо вам за сохранность моих мозгов, а я пошёл в поход. Я тут нашёл тайничок, один классненький. Сейчас посмотрим, куда он нас приведёт. Во. Значит, пролазим. О, как там высоко. И падаем. Ух ты ж, нифига себе. Мы под всей картой. Круто. Я вот, правда, не знаю, это глюк игры или так разработчики задумали. Смотри-ка, это же зонтик. Походу, это специально разработчики придумали. Это нифигашенький не глюк. Ну, пойдём. Ух ты, какая колонна классная, высокая. Ладно, пойдём разведочку проведём. Небольшой городок. Вот из этого окна виден вот этот вот прекрасный город. И тут, в этом городке, есть небольшая статуя. Или, можно сказать, монумент дружбы. Одна рука жмёт другую. Интересно, что же хотели донести разработчики этой статуи? Наверное, чтобы все жили дружно. Итак, мы выбрались из текстур. И сейчас опробуем наш замечательный зонтик. Штурман, куда направляемся, куда летим? Предлагаю, предлагаю вон туда. Вот на эти дозочки. Там стоит небольшой шкафчик. И мне очень любопытно, что же в нём есть. Ха, вентиль. Возьмём, пригодится. Запрашиваю посадку на теплотрассу. Хм, никто не отвечает. Ладно, ну раз молча, значит, можно присесть. Вот так. Воу! Смотри-ка, смотри-ка, здесь есть трубы. Так, это что у нас за труба? Непонятно, а вот это? 33. Откроем. 33 я уже где-то видел, только не помню где. О, походу мы на луну летим. А нет, кажется, мы обосрались. Вот блин. И на луну не залетели, и на верхнюю доску не попали. Жалко. О, кстати, по-моему, в часовню можно залететь. Надо бы это попробовать. О, залетаем аккуратненько. Ядрён, ботан, какой здесь телевизор. Что здесь вообще происходит? О, здесь бомжара сидит. Это же сеанс гипноза. Дружище, а чего у тебя чашка на башке делает? Чувак, да тебе здесь вообще нормально, я смотрю. Ты в курсе вообще, что телек зомбирует? Да, по-моему, тебе уже без разницы. Ты уже превратился в овощ. Что это? Подожди, что это в миске лежит? Это рис? Дружище, это твои маленькие мозги. У тебя меньше, чем у курицы. Да, до чего доводит телевизор. Короче, надо тебя выручать. Надо как-то его отключить. К-любому здесь как-то... О, отлично. Сейчас поднимемся наверх. Так, как тут все мудрено-то, а? Ого. Мы наверху. И что нам это дает? О, кнопочка. Ну-ка. Ты слышал? Был очень любопытный звук. Чувак, твой мозг вырос, когда я отключил телевизор. Сейчас попробуем еще разок. Чувак, я контролирую твои мозги. О, ты глянь, здесь еще и второй этаж есть. Хм, а как туда пробраться? Наверное, паровой пушкой. Да? По-любому. Но, к сожалению, она еще пока не работает. Нужно ее каким-то макаром запустить. Только каким? По-любому, здесь причастен вентиль. Куда же его приспособить-то? Труба номер один. Где же я тебя видел? Точно! Вот где эта единица. И вон сверху вентиль можно присобачить. Вот так. Открываем. Пошла, тепленькая. Да, да, да. Заработала она. Сейчас полетим. Что-то не пульнул меня. Что, сломал? Ай-яй-яй. Дубль два. О, ништяк получилось. Ого. Что это у нас здесь такое? Что это за сатанисты тут у нас? Книжка какая-то. Магическая книжка. Смотри, как она светится. Книга некроманта, что ли? Ну что, часовня, настало твое время. Пришло посетить тебя. И посмотреть, что же у тебя там есть. Очень сильно хочу залезть под колокол. Во время удара. Ммм, ты глянь, какой сюрпризик нас здесь ждет. Лопата. Сейчас, походу, будут у нас раскопки. Какой классный колокол. Так, прыгаем. О, смотри. Сразу вижу свежую могилку. Вот эту. И вон еще одна. Короче, здесь две свежих могилы. Вроде больше нету. Ну что ж, сейчас будем их выкапывать. Интересно, что же там? Мозги! А где тело? Почему одни мозги здесь лежат? Это загадка. Первый пошел. Чувствую себя расхитительницей гробниц. Как Кларкрофт. Еще одни мозгочки. Мозгочки. Извилинные мозочки. И бешеный братюнь. Алтарек мой. Кажется, я нашел для тебя книжечку некроманта. Надеюсь, это тоже нужно. Воу-воу-воу-воу. Что за? Солить меня, не пересолить. Это я зомбари вызвал. Это точно книга некроманта была. Что? Что, по кустам полезли? Ооо, господа! Спасибо вам большущий. Вы меня прям выручили. А книжечку я у вас заберу. Вы же не против? Хотя, не-не-не, лучше я оставлю, а то вы что-то бузить начинаете. Тихо-тихо, не урчите. Блин, как назвать мозги уменьшительно ласкательным словом? Мозочечки мои сейчас я соберу и учушу. Мозочечки. Господи, что я сказал? Хей-хоу, ла-ла-лей, повелитель мозгарей. О, да, мои сладенькие. Скоро у меня будет много мозгов. Братец обзавидуется. Господа тухлые хранители. Я пришел за своими мозгами. Можно я их у вас конфискую? А то вы все равно ими не пользуетесь. Выкладываем мозочечки вот здесь. Вот так вот. И сейчас мне нужно будет перебраться на ту сторону. И просто собрать с той стороны мозги. Должно получиться. Это, конечно, не точно. Но попробовать надо. Выкидываем все предметы. И... Твою ж... Мозговитую башню. Не получается. Не берутся. Ну вот же руку протянуть. Здесь невидимая стенка, которая мне мешает. Придется вручную тащить. Все. Забрал я парочку мозгов. И сейчас буду высаживаться в свою корзину. Но правда меня братец еще преследует. Я думаю, я с братцем разберусь. Вон он ползет уже. Уже лезет на мою корзину. Ах ты засранец. Что ты собираешься сделать, а? О, господи. Он туда спрыгнул. Мозги мои не трогай. Уйди оттуда. А то я твои высосу мозги. Ребят. Я вам тут новое чтиво притащил. Во. А вот эту книжечку можно я заберу? Вы же не против. Вот так. А это на алтарь. Вот. В общем, не скучайте. Займитесь делом. Почитайте книжечку. Слышь? Йо-йо-йо. Тихо, не урчи. Злой день. Какие вы ужасные. Все. Вот вам книга. Я пошел. Чуваки, вы еще тут не замерзли? Чего вы тут стоите? А ну, отошли. Ха. Книга-то точно магическая. Отпугивает зомбарей. Так, а ну. Разошли сторонку. Повелеваю вам некромантской силой. На вашем языке я говорю. О, толкает. Прикинь. Круто же. Книга реальная-то сила. О. Кажется, кажется, я их освободил. Ну, или закопал. В общем, теперь у меня есть мозги. Круто. Сейчас я их соберу и побегу. Остался последний мозг. И кажется, я знаю, у кого его забрать. Чуваки. Я вернул вам книжку. Вот. В целости и сохранности. А эту я заберу. Господи, как в библиотеку хожу. Дружище. Бомжара. Как твои дела? Как твои мозга? Я тебе тут принес занятного чтива. Надеюсь, оно поможет тебе развить мозг. Давай попробуем. Книжка называется «Алфавит». Ёкарный! Сработало! Мозги подросли от алфавита. Офигенно! Забираем мозгочки. Благодарю вас, Сёдарь. Вырастил ваши мозги и забрал их. Теперь у вас нет мозгов. Вот это я похититель мозгов, а. Что ты делаешь? Больно? Не надо. Прекрати. Хватит. Остановись. Ай, мамочки. Пожалуйста, хватит. На обед. Дай сюда. Да что с тобой? А ну марш в комнату! Она идет со мной. Сиди, дорогая. Пусть успокоится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова